Сибирь 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 Наука — это способ приносить пользу себе и всем окружающим. Современный молодой ученый — это довольно интересная профессия. Ты никогда не делаешь одно и то же. Сейчас моя тематика, которая занимается — это инфракрасное зрение. Есть у нас фотоаппараты, видеокамеры и так далее. Внутри стоит Матрица поглощает подышленный свет, преобразует ее в электрический сигнал и передает нам уже в виде картинки, которую мы видим. Мы делаем точно такие же матрицы, но для инфракрасного диапазона спектра. Инфракрасная камера может увидеть человека от нескольких сот метров до нескольких километров сквозь туман, сквозь пыль, сквозь дождь. Здесь огромный спектр применения открывается, начиная от гражданских каких-то промышленных и заканчивая военными, космическими и прочей математикой. Время открытий случайных, оно уже давно прошло. Сейчас любая технология строится на научном знании. Просто методом перебора вариантов можно двигаться бесконечно долго, это неэффективно, никто так не делает. Можно вот эти вот площадочки взять? Сам ты делать все не можешь. Чуть-чуть еще. У меня в подчинении 35 человек. Когда у тебя есть ресурс кадровый, ты можешь чего-то достичь. И задачи нужно решать те, которые ты не мог там осилить, скажем, 5-10 лет назад. Но при этом появляется колоссальная ответственность. И если ты идешь не туда и делаешь что-то неправильно, то ты теряешь эти возможности. Причем не только для себя, но в том числе и для людей, которые в том подчинении находятся. Конечно, в детстве было лучше, трава была зеленее, можно было заниматься своими делами целыми днями. Но вот сейчас я бы такой жизни вообще не хотел. Скучно, в конце концов. Я могу сказать, что когда я еду в отпуск, первые несколько дней я отсыпаюсь. Где-то через 6-7 дней уже начинается вот эта жажда деятельности. И, ну, что, на работу назад. У меня родители тоже физики. Отец – полуправник. И мама тоже физико-полуправник. Отец у меня приехал из Ленинграда. Еще с первой волны ученых, которые въехали в Академгородок. Вчерашние москвичи, ленинградцы, киевляне, теперь они сибиряки. Их породнил город. Он породнил физиков и химиков, геологов и математиков. Михаил Алексеевич Лаврентьев, ставший во главе Сибирской академии, особенно привязан к родному институту гидродинамики. А всего здесь уже 14 институтов. Почему вообще Академгородок является совершенно особым местом на Земле? Институты стоят друг напротив друга. Если мы хотим предлагать алгоритмы обработки сейсмических данных для поиска полезных ископаемых, то Институт нефтегазовой геологии и геофизики стоит прямо напротив Института математики. Рядом с ним находится Институт автоматики и электрометрии, который может эти алгоритмы реализовать в виде спецпроцессора для обработки этих данных. Основные открытия и прорывы делаются на стыке наук. Все это было заложено в идею Академгородка. Академгородок, он традиционно порождал различные новые вещи, в том числе и в культурной жизни. Например, единственное выступление Галича стояло здесь, в Академгородке. Больше ему нигде и никогда не давали выступать. И здесь была совершенно особая обстановка. Когда люди творческие собираются вместе, они не могут только сидеть в лаборатории, они свою энергию выносят за стены Института. Научная такая вот коммуникация, когда гуманитарии слушали физиков, а физики слушали лекции о политике, социологии, философии. Это было крайне важно. Творчество, которое проявлялось, безусловно давало эффект. Креатив возникал в науке. В клубе под интегралом, в Доме ученых свободы было больше, чем можно было бы где бы то ни было представить. Дальше Сибири не сошли, была такая шутка. Поэтому они могли позволить себе довольно много вот в этом своем творческом проявлении. Но вообще эпоха тоже этому способствовала. Оттепель была везде. Очки на морде палача сверкали шустро. Азал, зевал, азал, скучал, мели, емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере. Галич был признанным сценаристом, вполне обласканным властью, но диссидентским певцом, бардом. В 60-е годы пригласили его сюда, в Академгородок. Такого уровня, такого масштаба интереса события, что все хотели попасть на этот концерт. Довольно рисковая изначальная ситуация, но на это пошли. На концерте он спел три свои самые, наверное, провокационные, смелые песни. И Галич, как человек, который «не надо люди бояться», из его песни тоже цитата, показал, что еще можно сказать то, что ты думаешь. Тут все поняли, что действительно свобода, она вот она. И мы этому свидетели. Генетика – это вообще самый яркий пример, потому что общение сетюбов был возможен, наверное, только здесь. Лучшие мои идеи я породил, когда у меня была необходимость ездить из Новосибирска в университет. А значит, университет находится в Академгородке, это, ну, 30 километров примерно. Будучи бедным студентом, я экономил и ездил на автобусе, который шел с большим-большим количеством остановок, был все время переполнен, и приходилось стоять в течение часа. Заняться там совершенно нечем, стоишь полностью зажатый, ты можешь только думать о том, что ты прочитал, и что значит, что из этого следует. Я жалею, что сейчас у меня практически больше нет таких временных интервалов. Я с детства хотел быть врачом. Лет в 6 выучил такую скороговорку, как на ляминок реброза поселилась Кристогаля, впереди Фараманцеку, сзади Оосфинаидали. Это хорошо знают медики. Мне это очень нравилось, я ходил и повторял это по 10 раз, на дню, перерисовывал атласы анатомические. Почему-то меня это очень вдохновляло. Врачом я не стал. Один из основных фокусов нашей лаборатории связан с исследованием трёхмерной организации геномов. То есть того, как ДНК уложена в клетке, как она там свёрнута, закручена. В первую очередь, это сейчас активно изучается в онкологии, что нужно для нашего понимания того, как вообще могут происходить изменения в геноме, которые ведут к формированию опухоли. Мы создаём генетические конструкции, которые потом внедряем в геном мышей. Можно достать из мышки любой тип клеток, склеиваем разные участки ДНК, комбинируем их, вырезаем, сшиваем. Нашей целью является полностью повторить человеческое отклонение у мышки. В ближайшее время будут введены подходы для редактирования геномов человека. Это разрабатывается пока, но это ещё вот где-то в будущем. Все знают, в Советском Союзе это было очень тяжёлое время для генетики. То, что здесь сумели это создать, поддерживать, это действительно большое достижение тех, кто стоит. В 50-е годы в нашей стране кибернетика и генетика, как буржуазные науки, они были под запретом. Михаил Васильевич создал институт цитологии и генетики. Во время приезда очередной комиссии, цель которой была закрыть институт, на одной из встреч раздался звонок. Михаил Васильевич поднимает трубку и говорит, что, не закрывать институт, да, я правильно понимаю. Комиссия не стала делать жестоких резолюций, но что это был звонок? Звонили кто-нибудь из Москвы или из-за стенки этого кабинета? Он, если считал, что дело правое, не боялся вообще никого и находил совершенно нестандартное решение. Самых хороших специалистов можно либо купить, либо воспитать. Поэтому немедленно после создания университета была организована система всероссийских олимпиад, и ребят, которые, может быть, даже не продемонстрировали знания, а продемонстрировали ход мысли, нестандартное решение задачи, приглашали сюда, в Академгородок, на летнюю школу. Примерно две трети ребят после этого приглашали в созданную физико-математическую школу. В девятом классе мне пришло письмо с приглашением в летнюю школу в Новосибирск. И я была удивлена. Мои мои родители сказали, ну, давай езжай. Это был для меня первый опыт относительно далекого путешествия от дома. Мне здесь очень понравилось. Здесь было много интересных, умных ребят. Разбираются в биологии, в математике. И я почувствовала себя такой отсталой, потому что я никогда углублённо чем-то таким вот не увлекалась. Я поняла, что я всё-таки хочу остаться и попробовать себя в научном направлении. Давайте потихоньку сдаваться. Считаю, до трёх, кто не сдал, я не виноват. И мои родители тоже дали согласие, потому что эта школа всё-таки платная. Сейчас это очень большие деньги. То, что я попала в школу для одарённых, это было для меня сверхъестественным, наверное. В обычной школе я была отличницей, а тут у меня появились тройки. Не мне вас учить списывать. Это глупо переписать из интернета определение, которое очевидно вы не могли дать, как минимум, потому что вы не понимаете в нём половину слов. Я их вам не рассказывал. Я взяла себя в руки, сидела над учебниками, меня ещё называли ботаном. Но я хочу сказать, что на самом деле никаких уступок вам не будет. Пожалуйста, не пишите хоть вообще. Я вам поставлю вашу двойку, потом идите в школу, где вас не будут так мучать по биологии. В 11-м классе я выбрала спецкурс по подготовке к ЕГЭ по биологии. И там вёл молодой человек. Он начал в конце первой пары, спрашивает, кто кем хочет стать. Я говорю, что я хочу пойти на юриста. И все там сразу же удивились, зачем ты поступала в физмошколу, если ты хочешь быть простым юристом. Это элементы цитоскелета, которые, в общем-то, тоже некоторые... В физмошколе все идут в науку. Я что-то среднее между простой и непростой девушкой, потому что мало кто идёт из нашей республики в науку, особенно в такую вот область клеточной биологии. Бывают такие моменты, когда у меня психологический подъём, и я думаю, что вот я молодец, и мысли, что я простая девушка, отпадают. Я приземляюсь и начинаю всё-таки думать, что таких, как я, много, особенно буряток. Мама переживала, говорила, ну вот кем ты будешь после окончания биологического факультета? Ты что, будешь биологию преподавать? Она спрашивает, как у меня дела? Я говорю, ну вот, клетки умерли. Меликлетки не такие, как я хотела. Она, ну что за клетки? Ну почему они умирают? А так глубоко вот, что я получаю нейроны из этих клеток. Потом я буду изучать, что внутри этих клеток происходит. Она всё-таки хочет, чтобы я переучилась на эмбриолога, чтобы я работала в практичных отраслях. Но я не хочу быть эмбриологом. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Это стволовые клетки человека, которые культивируются у меня на подложке из эмбриональных фибробластов мыши. Я занимаюсь созданием и характеристикой клеточной модели болезни Хантингтона. Это наследственное заболевание, когда гибнут нейроны. Клетки, которые я получаю, демонстрируют то, что происходит в клетках мозга у больного. На данный момент я культивирую стволовые клетки человека. И им нужно сменить среду, так как они эту среду, можно сказать, едят. Чем больше клеток, тем быстрее они эту среду съедают и выделяют продукты метаболизма. Поэтому им нужно обновить среду. Это занимает минут 30. А если еще клетки нужно пересаживать на новую поверхность, то это может занимать несколько часов. Вот это все рутина. Это не очень интересно. Я уже 6 лет работаю в этой лаборатории. Прошел вот этот романтический период, когда думала, что я делаю что-то необычное, интересное. Конечно, периодически, когда мы обсуждаем новый проект, у меня снова разгорается огонь. Это проходит постепенно, особенно, когда начинаются неудачи. Не только у меня, но и у многих, кто работает в России, в науке. Заниженная самооценка, что мы отстаем от европейцев, тех же самых китайцев. Я была на конференции в Испании в 2017 году. У меня был доклад и результаты моей работы. То есть другие страны подходили, говорили, очень крутая, интересная работа. И это вот мне очень помогло в моральном плане. Я впервые осознала, что мы уже наравне с другими. До того момента я думала, что мы всегда будем позади. Я просто хочу, чтобы моя работа внесла маленький кирпичик в знания людей. Что я не просто повторяю эксперименты, а нахожу что-то новое. У нас такая большая конкуренция. Я бы хотела не опоздать, сделать что-то хорошее. Конкуренция прикладных актуальна, областях очень большая. И если ты не в этом передовом эшелоне, то просто не будет возможности публиковаться, работать, будут все вперед тебя делать. Я работал и в Германии, и в Израиле. Там немножко быстрее движется процесс. Доставка любого реактива в Германии занимала один-два дня. Если на третий день реактива, который я заказал, не было у меня на столе, то это был скандал. Шеф шел и устраивал на весь институт большой разбор полетов, как так случилось, что за три дня не поставили реактив. Когда я заказываю реактивы здесь, мне приходит ответ, да, конечно, мы его привезем, это даже относительно недорого. 90 дней ожидайте. Это три месяца. Все исследование, которое я запланировал, можно сделать за три недели. Компания-поставщик, они нам отвечают просто, это таможник. Месяцы занимают у них оформление таможенных документов и растаможка товара. Мы получаем реактивы, у которых буквально через месяц заканчивается срок годности. То есть эксперименты, скорее всего, не будут воспроизводить те результаты, которые должны были получиться с нормальными, свежими реактивами. У нас недавно была проверка МВД. Ацетон – это прикурсор. То есть, чего делают наркоту по современному понятию. Есть список из девяти прикурсоров. Ацетон, соляная кислота, серная кислота, марганцовка, ацетонитрил, ну, такие очень-очень распространенные химические реакенты, без которых работать невозможно. Мы, например, ацетона в год тратим литров сто. Так вот мне после проверки запретили покупать ацетон. А вдруг я наркоты наварю? Я ученый. Я наркоты могу наварить из воды и воздуха. Нам сейчас все запретят, при этом требуют, чтобы мы делали очень много хорошей современной науки. Давайте. Но при этом запрещают работать с химическими реактивами, которые нам нужны. И сейчас МВД проверяет все научные подразделения. До полумиллиона штраф. Приходил с людьми общаться. Вообще не воспринимали как ученого. Пришел какой-то непонятный парень. Я в 90-х рос. Строгие ботинки, строгие штаны, шапочка вот эта вот, которая. У нее есть неприличное название. Я, естественно, не воспринимался как ученый. И периодически спрашивали, «А ты где работаешь?» Рожа у меня ненаучная. Я терпеть не мог учиться. Мне было скучно и крайне неинтересно. Всегда были проблемы и с предметами, и с учителями. В конце 10-го класса директор вызвал моих родителей и сообщил им о том, что я закончу школу со справкой. Родители не стали дожидаться. Быстренько-быстренько перевели в другую школу. Родители думали только о том, чтобы я поступал в Новосибирский государственный университет. Репетитор и репетитор очень активно учил. Ну и в итоге химию сдал на отлично. До первой сессии я жил очень веселой студенческой жизнью. Помню, 240 рублей стипендия. Ну что ж там, проходи. Прекрасно. Можно было два тортика купить, либо несколько бутылок пива. Туда все деньги уходили. И первую сессию я закончил в 3-3-3. Преподаватель по высшей алгебре ставил мне последнюю тройку. О, говорит, стабильность, знак качества. Следующий семестр я завалил физику, математику, завалил экономику. И все вроде как на отчисление. Я ушел в академический отпуск. А дальше было сделано гениальное решение моих родителей. Меня отправили на все лето в деревню. Дом, скотины, лошади. Ну все как надо. И там я познал настоящую деревенскую жизнь. Я, например, процедуру заготовки сена знаю от самого начала до самого конца. А потом приехал отец и сказал, поедешь со мной по моей работе. А он биолог, вирусолог. Поехал с ним в экспедицию. Мы там брали образцы. У всех, у всех, у всех. Ну там, естественно, его коллектив, ученых. После какой-то экспедиции он мне задал один вопрос. Ну что, какая жизнь тебе больше нравится? И вот этот вот урок, как говорит мой отец Пиньку Академовскому, показал, что все-таки лучше ездить в экспедиции, в командировки. Я восстановился, закрыл все вот эти долги. Ну и после этого все. 4-5. Причем принципиально у меня пошло, что по химическим дисциплинам точно о тройках вообще речи быть не может. И надо все-таки стремиться сдавать их на отлично. Он вообще не репетировал. Есть вид бактерий, которые относятся к внутрибольничным инфекциям. Такие, как там золотистый стафилококк. К примеру, приходит здоровый человек, что-нибудь трогает в стойке регистрации, либо когда лежит, вытирает себе лоб, глаз и заболевает. Пришел с одной болячкой, ушел с другой болячкой. Ну вот возникла идея взять наши активные комплексы, поместить в какие-нибудь материалы, пластики, лаки, краски. Можно еще сделать это безбоку, чтобы было? Пол покрыт, стены покрыты лаком, вот активным. И под действием света бактерии, которые попадут на эту поверхность, они умрут. Недельку назад я съездил в строительный магазин, купил три вида красок. И сейчас мы будем в эти краски добавлять наш активный компонент и смотреть их противомикробные свойства. Студент уже готов, вещества синтезирует. Я прихожу на работу, сажусь, пишу проект, статью, отчет и до вечера. Все, я вообще неподвижен. Ну, я пошел в тренажерный зал. Тренажерный зал – это уникальное место для ученого. Из головы вылетает все. Вот просто обнуляешься полностью. Дело доходит до того, что вот я с тренером занимаюсь, он мне говорит, иди сделай шесть подходов. Я делаю четыре. Я не помню, сколько я сделал. Я блинчики перекладываю. Раз сделал, блинчик переложил. Я просто не помню. Полностью мозг включается. Доктором я хочу стать в течение года, планирую. Было бы здорово на доктор наук, кандидатом в мастера спорта. Возле подъезда, где я жил, ходишь и в пяти метрах ищи. Была вот такая вот большая-большая сосна. Никогда ее похватить не мог. У нее большое основательное начало. Большая корневая система. Оно вот прет вверх, по прямой. Я, наверное, такой же. В 90-е годы сильно шарахнуло. Было, конечно, страшное бегство за границу. Нам, обывателям, мне в науке было видно, когда мои одноклассники один за другим получали приглашение и уезжали навсегда. Вот тех, кому сейчас было бы, скажем, в районе сорока, их очень мало. Просто выпуск факультета естественных наук делился на тех, кто идет в бизнес и уезжает за границу. Если бы было как в 90-е, наверное, я бы уехал. Был период, когда Майкрософт выпускнику давал билет первого класса из Новосибирска в Сиэтл. Молодой человек, который 6 лет ныкался в общежитии с тремя соседями, летит первым классом в Соединенные Штаты, получает свое временное пользование, там, квартиру и зарплату к доходам в студенческие времена надо приписать несколько нулей. Те, кто остались в институтах после 90-х годов, это вот люди с очень сильной такой идейной составляющей. Благодаря тому, что такие люди были, у нас наука не развалилась окончательно, потому что они остались носителями идеи, они сохранили то, что у них было накоплено, и сейчас могут это передавать. Если бы они в свое время ушли, у нас бы сейчас просто тут уже ничего не было. То, что произошло, то произошло. Сейчас уже горевать об этом бессмысленно. Нужно что-то с этим делать, нужно двигаться дальше. Слава Богу, еще живы те люди, которые прям видели первые дни, первые минуты как один городка. Они настолько мудры, что они говорят, что ну вот она жизнь такая, какая она есть. Мы не можем законсервироваться, мы не можем говорить, что мы были лучше, чем нынешняя молодежь. Нет такого ощущения, что лучшие годы прошли, сейчас все плохо. Ну, это иначе. Сейчас, чтобы удержать человека, чтобы он не уехал на запад, нужно, да, прикладывать дополнительные усилия. Молодежь – это люди, которые уже растут с самого начала в рыночных условиях. Мало кто уже готов работать просто за идею. Существует необходимость брать ипотеку, покупать квартиру. Людям нужны конкретные перспективы. Они хотят понимать, в какой жизни кто их приведет. Все не сходится только к деньгам, должна быть перспектива еще в плане получения результатов. То есть он не будет просто в стол, условно говоря, работать, а его идеи будут воплощаться в жизнь. От человека к человеку меняется гораздо больше, чем от поколения к поколению. Я бы не стал смотреть на студентов, которые приходят. Я бы стал смотреть на студентов, которые в итоге остаются. У меня никаких мыслей никогда не было связывать экономическую ситуацию свою с тем, где я работаю. В вопросах денег я практически некомпетентен. В прикладной науке нужно на основе технологий сделать что-то работающее. Двигателем фундаментальной науки является то, что человек знает о несоответствии экспериментальных данных теории, ищет, как решить это противоречие, и двигает таким образом наше понимание вперед. тех идей, которые сейчас есть, мне кажется, что хватит на разработку еще на десятки лет вперед. Для некоторых я вижу применение, для некоторых на данном этапе это абсолютно фундаментальные идеи, которые непонятно к чему приведут. Мой научный интерес заключается в исследовании воздействия мощных тепловых нагрузок на стенки термоядерного реактора. Термоядерный реактор мечта человечества о дешевой энергии. Величина энергии в миллионы раз больше. Есть нерешенная проблема. Материалы с такого реактора должны удерживать несколько сотен миллионов градусов, чтобы стенка не разрушалась. Я не ожидаю, что получится только у нас. Эта работа складывается из результатов работ множества лабораторий в мире. Эта тема стать понятными широкому кругу людей в моей жизни появилась всего несколько лет назад. Если монстру проиграли, то человек терпит непотребство, если не убежал. Робот – это монстр. Желание упрощать что-то у научного сотрудника вызывает глубокое отторжение. Приходилось себя перебороть. Наука – это то, что понятно. Если ты изучаешь что-то непонятное, ты занимаешься магией. Магией у нас не занимаются. Родился здесь же, в Новосибирске. Отец закончил МГУ, преподает математику. Мать – инженер-химик. Брат – системный администратор. В принципе, если мы соберемся всей семьей, получится такая мини-лаборатория. Причем очень междисциплинарная. Я где-то слышал такой факт, что сейчас ученых живет больше, чем когда бы то ни было умерло. Несмотря на то, что количество научных сотрудников в мире растет, все еще есть множество задач, за которые просто никто не взялся. Я могу сказать о некоторых областях, в которых я что-то понимаю. Во многих из них российские исследования являются абсолютно уникальными. Уходим с площадки. Первое посещение института у нас проходило на первом курсе, на посвящении. Было задание выйти обратно, когда нас куда-то завели. Ну, все дошли. А бункер ВП-3? Вот она, вот наша пультовая. И вот она защищенная стена. Вот показана радиооткорная защита. Лестница вниз в бункер. Сейчас стоит дверь вот эта же, ниже. Из зданий института я знаю примерно половину. Еще половина зданий занимается тематиками, с которыми я еще не столкнулся. Читаю лекции на кафедре физики плазмы. Самая главная философская проблема образования в том, что мы можем учить студентов решать только те задачи, которые уже решены. У задач, которые человек будет решать через несколько лет, ответов нет. Нельзя заглянуть в конец учебника и найти ответ. Многие сотрудники институтов преподают в университете. Имеют возможность студентов заинтересовать и к себе их как-то заманивать. С третьего курса вы можете начать ходить в какой-то институт и работать в соответствующей лаборатории. Если брать человека после университета, это потеря времени очень большая. И самое главное, для самих студентов это плохо. Нет возможности сориентироваться, выбрать поля знаний, которые вам интересны. Кто может покупать товары и услуги? Ну и с вами, да, например. Они называются домашними хозяйствами. Кто еще могут покупать? Мне очень нравится лозунг универа. Мы не делаем вас умнее, мы научим вас думать. Ваша экономика может расти за счет потребления, государственных расходов, инвестиций или чистого экспорта. Чего же я тогда не увеличу стипендии в огромном количестве вам, студентам, идеи? Если чьей-то мысль остаться в науке, я тоже зернышко маленьким посею в чьей-то голове, это будет вообще... Значит, все не зря. Скажите мне, что сейчас или с собой, или на вас, отечественного? Вот выйдет один-два с потока профессионала. Для экономики оно того стоит. Соответственно, если вам выдадут стипендии, большие, куда вы их денете все? В чужие экономики. Поэтому такая возможность не является приемлемой для нашей действительности. Почему-то считается, что если у нас нет оборудования, ускорителя, который разгоняет какие-то частицы, не в обиду никому, то мы не наука. Но любой проект, который реализовывают химики, физики или биологи, оценивается с экономической точки зрения. А значит, нужны наши выпускники. Звездочки с потока помогут физикам, химикам и биологам получить не просто идею, но и иду за нее. Потому что помогут их реализовать. Я, в принципе, могу работать хоть в самолете, в аэропорту, хоть дома, хоть в очереди. Мне нужен только ноутбук. Все. Я имею доступ к тому, что мне интересно круглосуточно. Если вы занимаетесь экономическими исследованиями, вам всяко надо быть чутким к информации, которая приходит постоянно. Это специфика моей науки. Но я прекрасно понимаю, что мне надо возвращаться в реальность. Более того, если я продолжаю интеграцию науки и образования, если я выйду вот такая вся к студентам и скажу, что все, мне это наука, я буду как она. большая моя любовь это электроэнергетика, ее развитие и математические методы анализа. Я всегда дико любила математику. Для меня сложно воспринимать текст без формул. То есть, если только текста нет формул, я прям... мне тяжко. Мне всегда казалось, что математика царица наук, но мне было сложно понять ее применение. на третьем курсе пригласили на конференцию в Гонконг. И тогда я увидела, как с помощью математики пытаются найти ответы на очень многие вопросы. И она помогает. Мы не имеем возможности дать это в Китае. У вас нет программ. Программы есть у нас. И мы вас будем учить. Китайские студенты лучшие по русскому языку приезжают в Россию. Заходить по такой карте. В плане экономики их интересовали международные финансы. Проект был с их стороны инициирован. Я раздам студенческие. Наш факультет силен математикой. А это матстатистика, это эконометрика, анализ, это финансовый инжиниринг. То есть, это все, что им пригодится, если они решат прогнозировать или играть на финансовых рынках. То упорство, с которым они учат предметы на русском языке, это удивительно. Их стремление к знаниям, их трудолюбие мне кажется, воспитаны поколениями. Не все преподаватели могут говорить медленно. Вам надо привыкать слышать. Это сложно. Столкнуться с большим количеством математики и серьезно конкурировать в знаниях, в тестах, которые они пишут. Большой долгий российских студентов. Если вы не разрешите им, они не будут наперемен. Если вы не будете с кабинетом, они будут сидеть и учить. Наши студенты, это во многом рожденные в нулевых. В период подъема экономического не было такой же конкуренции. И если я препод того предмета, который мне интересен, сэлеви, они его задут на три. Это не мое. Я сделаю акцент на макроэкономике, на финансовых рынках я не хочу. К примеру, китайским студентам нет. Они выполнят все. Они даже не задумывают, а это ли место моей реализации. Они подумают об этом потом, когда они выполнят то, что даст им конкурентоспособность в своей стране. Вопрос ко мне. Спасибо. Спасибо, ребята. Китайцы занимают место не только как студенты, как исследователи в научной сфере, в бизнесе. Может быть, действительно возрастающая угроза со стороны Китая это новые вызовы нам. Студенты должны слышать мне историю о том, как, например, заводится очередное уголовное дело от задмывания налогов. Кто-то там успешно продал технологии американцам или Китаю. Они должны слушать об успешных стартапах, которые стали были маленькие-маленькие и стали большими. Ребят, смотрите, и вы можете. Здравствуйте, коллеги. Я представляю проект ОЛИ. Цель сделать сортировку мусора технологичнее. В конце третьего курса я увидел объявление, что есть летняя школа технопарка. Я зарегистрировался, абсолютно не понимаю, что оттуда ожидать. Вот это вы берете откуда? По первому образованию прикладной математикой. Есть что-то там, вы читаете? Или это ваша точка зрения? Я пришел, чтобы померить себя относительно других. Посмотреть, что мне не хватает в плане бизнес-компетенций. Ну да, за что будут ответить, скажите? Я полносе в цепи приборостроения. Очень много было и ученых, и компаний, и были заказаны задачи. Мы хотим сориентироваться на главную проблему. И зачем здесь вы нужны, как посредник между компанией и блогером? Стало понятно, что, наверное, я двигаюсь в правильном направлении, но нахожусь на самом, самом, на любой точке. Точность выполните. Если вы это правильно выполните, ну, просто мы вам балла не дадим. И что? И все, и все не дадим. Срединаправленно искал общение, чтобы кому-то я мог задавать вопросы и получить какие-то ответы. Это целый пласт людей. И в этом смысле я очень счастливый человек. Первый раз в этом году сходил в горы, поднялся на Эльбрус. Очень интересный опыт. Горы же они стояли миллион лет и будут стоять миллион лет. Человек, естественно, их не может покорить. он может только попробовать зайти на город. Самое главное, ты должен быть очень хорошо готов и физически, и психологически. Мы с молодежью работаем. И если нужно посоветоваться или, может быть, попрактиковаться у нас, с одной стороны, это полезно молодежи, с другой стороны, это очень полезно нам. Мы для себя очень же много растим кадров. Я с огромным удовольствием объявляю победителей осеннего Астар-2018 компанией про кубики. Я в любой момент могу, в принципе, пойти в институт и спокойно там работать. И это было бы, наверное, даже интересно. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, все-таки здесь я могу сдавать больше. Когда ты занимаешься бизнесом, у тебя возникает конфликт между тем, что ты управленец, ты бизнесмен, и тем, что ты ученый. домашний прибор для утилизации пластиковых пакетов. И обычно вторая половина, конечно, проигрывает, потому что ученый – это серьезная, концентрированная деятельность, которому надо уделять много времени, а его, конечно же, нет. Вот такой вот комплекс, может быть, неудавшегося ученого, неудавшегося инженера, он, конечно, есть. Когда ты осуществляешь руководство компании, ты и физик, и математик, и финансист. Наша компания осуществляет практически полный цикл инжиниринга от идей до пуска в серию. Мы занимаемся расчетами, проектированием, моделированием, испытанием этой прочности, климатика, и ресурсы, и огневые испытания. Большое количество воздействия, которое вам подвергается самолет или что-то другое в процессе эксплуатации. До 40-х годов рассчитывались только разовые сильные нагрузки, и самолет должен был их выдерживать. А потом с самолетами одной и той же марки произошло два крушения по разрыву изляжа в воздухе. И после этого уже человечество начало проектировать самолеты по усталости. Материал, как люди, устает. В нем постепенно накапливаются микроповреждения, которые потом приводят при небольших нагрузках к лавинообразному развитию трещины и разрушения. делается образец, делается запильчик специальный, который инициирует трещину, и образеется миллионы циклов. Сжимается, растягивается, сжимается и смотрится, как растет трещина. Полтора года назад мы сформировали отдел развития, хорошо заработал отдел моделирования. В 19-м году, я думаю, что мы уже будем участвовать в конференциях в США. Из очень-очень хороших ребят, с которыми я заканчивал университет, уехали многие. В чем-то инфраструктура за рубежом, конечно, комфортнее. Просто изначально решены многие проблемы, которые здесь ты решаешь самостоятельно. А здесь исследовали это важно, чтобы были такие высокотепличные условия. Когда уже закончил университет, пришел сюда как аспирант, я уехал на год во Францию. Работать там очень хорошо, если там оборудование, у гос, мамочки, нам бы хотя бы половину от этого. Но я сделал вывод для себя, здесь лучше. Я здесь хотя бы понимаю, как жить. Походила сажировку в Штатах несколько раз, училась в Штатах, мне предложили большой грант уехать. Я, может быть, скажу банальность, но мне очень нравится, что я думаю и говорю на одном языке. И дело в ментальности, интересы на одной географической территории сосредоточены. У нас общая история. Да, сейчас я преподаю на английском здесь, но мне гораздо приятнее преподавать на русском, потому что, опять же, язык, на котором я думаю, он всегда останется русским. Но все-таки не так сейчас у нас в России, что прямо уж, конечно, нельзя делать науку. Можно. Когда я заканчивал свою работу в Берлине, мне предлагали просто остаться, ну, вот, как рядовым сотрудником, реализовывать чьи-то идеи. Идеи у меня всегда было полно, и мне очень всегда хотелось реализовывать свои, а не чьи-нибудь. Сделали здесь достаточно хорошее предложение, возглавить группу, ваши идеи, пишите гранты проекта, мы поддержим. Я не исключаю такой мотивации. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Говорят, что человек шесть, наверное, вернулась в институт автоматики. Это люди, уехавшие в девяностые, сейчас вернулись, прекрасно работают. И такой тренд, такая тенденция, она тоже наблюдается. В вопросе, зачем люди уезжают, для меня поворотным был тот момент, когда один из моих студентов собирался уезжать, я его спрашиваю, зачем? Ответ был такой, здесь что-то у меня не получилось. Причины не всегда в том, что там лучше. Иногда нужно что-то изменить. Российский ученый на расхват в Стэнфорде, в Гарварде, в университете Дюка. Три подружки моей одногруппницы, они сейчас в Америку уехали и работают там, в лабораторию. Я до конца не знаю, чем я хочу заниматься. Может, потому что я еще незрелый ученый, у которых есть цель, они этой целью страдают, у них вся жизнь на это уходит. Когда я буду матерым ученым, буду знать, что я хочу. А сейчас я живу только начинающим. Это вот мои первые шаги, науки. Я еще не решила. Я привязана к семье. Там забывают все проблемы рабочие. Мне будет тяжело не видеться с ними. Часто об этом задумываюсь, и мне от этого становится грустно. гора, как и жизнь, это же бесконечный путь. Просто ты куда-то забрался, куда-то потянулся на какой-то уровень. Смотришь, там виден следующий, следующий. Планомерных, потихоньку идешь, шаг за шагом, шаг за шагом, вздох за вздохом, вздох за вздохом. Вот это тысячи, тысячи маленьких шагов. Нет такого, что ты распрыгнул и все, ты на вершине. Цель выйти на мировой уровень и чувствовать этот мировой уровень, она есть, безусловно. С другой стороны, именно жить хочется в России. Здесь родился, здесь чувство дома, наверное. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин